Полезный город Полезное развернутое интервью Но говорить мы все равно будем про проблемы Потому что ЖКХ для многих, наверное, это синоним слова сложности Претензии, проблемы, недовольства Для управляющей компании на сегодняшний день Что является главной проблемой? Мы знаем, наверное, что для жителей А для управляющей компании, что главное сейчас у вас? Проблема не одна на самом деле Это связано как и с экономическими вопросами И с вопросами организационными Очень много вопросов, нерешенных в рамках действующего законодательства Например, экономических Это с ресурсно-навжающими организациями В части расчетов предоставленного коммунального ресурса Который используется на содержание общего имущества Например, электрическая энергия на освещение подъездов Использование воды для полива придомой территории Или уборки в подъездах, например На большую часть жилищного фонда Люди платят по нормативу за использование коммунального ресурса На содержание общего имущества А управляющая компания производит расчет по приборам учета Ресурс, конечно, там наматывается значительный И мы собираем жителей меньше, чем отдаем ресурсно-навжающей организации Например, за сентябрь энергосбыт выставил управляющей компанией За электрическую энергию миллион двести Мы собрали жителей 400 тысяч рублей Чтобы этот вопрос решить, это нужно нам провести собрание И распределить вот эти вот коммунальные ресурсы На всех жителей пропорциональных квадратным метрам Каждый месяц, получается, надо так делать Да, это каждый месяц нужно так делать Но это, во-первых, удорожание для жителей бьет по карману В три раза получается, да? Да, неплохо так Конечно, жителям это тоже не нравится Раньше вообще данная услуга там не выделялась Из оплаты за коммунальные услуги Это уже входило Потом это разделили, выделили Плата фактически увеличилась Нагрузка финансовая тоже на жителей увеличилась Проблема не решилась Никакая качество услуг не повысилось А как вы выкрутились и выкручиваетесь Вот с этими превышениями над собранным количеством денег? Помогает сбалансированная финансовая политика Управляющей организацией То есть мы понимаем, что у нас Из-за специфики нашей деятельности Всегда могут возникать какие-то проблемы Это аварийная какая-то ситуация на жилищном фонде Это какие-то стихийные природные явления Стараемся держать какой-то стабилизационный, во-первых, фонд А во-вторых, конечно же, спорить с ресурсниками По начислениям есть и сейчас споры в суде Где мы не соглашаемся с теми начислениями Которые нам производит ресурсно-набжающая организация С водоканалом у нас такие споры большие И с энергосбытом Ну то есть вот есть проблема, нерешённая на уровне законодательства Такая Ну да, это просто перекладывает на плечи Фактически управляющих компаний этот момент Что ещё? Вопросов проблемных достаточно В плане организации Предоставления коммунальных услуг По отоплению и горячему водоснабжению В этом году особенно чувствуется Массовое снижение параметров Подачи теплового ресурса На квартирные дома Особенно у нас эта филейка страдает И где-то некоторые дома по Преображенской По улице Московской По Октябрьскому проспекту частично Нет перепада давления Типлоноситель фактически затекает в дом Какой бы ни был он там температуре И остывает Потому что не циркулирует Соответственно люди мёрзнут Обращаются в управляющую компанию решить эту проблему Управляющая компания делает замеры параметров Обращается в ресурсно-набжающую организацию Но, к сожалению, процесс затягивается не на один месяц Жители, конечно, предъявляют претензии В управляющей компании это делается в принципе Во-первых, ближе всех Это, с одной стороны, правильно Управляющая компания ранее вообще Была ответственна за любую коммунальную услугу За её качество Она сама решала эти вопросы с жителями Делала им перерасчёты Составляла акты И вопросов не было А уже потом в регрессном порядке Разбиралась с ресурсно-набжающей организацией Сейчас законодательство такое Что управляющая компания содержит общее имущество Предоставляет коммунальный ресурс На содержание общего имущества в подъезда А вот что вам в жилое помещение предоставляет Это, конечно, уже исполнитель коммунальных услуг Фактически ресурсно-набжающая организация Которая получает плату за это И если плохого качества ресурс Это ещё нужно побегать, доказать, что он плохого качества Взять акты О замере температуры в воздухе Да, мы с вами рассказывали Можем адресовать наших слушателей И потом Надо и побегать ещё И это всё сделать И добиться Курагинский 2, например У нас есть официальное письмо От ресурсно-набжающей организации Что ГВС нормально Не можем предоставить Ну, потому что нет циркуляционной линии Линия тупиковая Там будет такая плохая ситуация Пока она не решится И людям должны делать по факту перерасчёт Там, как по холодной воде Если температура ГВС ниже 40 градусов Точечно делали по квартире На протяжении всего периода Как мы только обратились С просьбой перерасчитать всему дому Сразу начались тут проволочки Сразу надо от каждого помещения Там акт Замера температуры горячей воды Температуру воздуха в жилом помещении Если по отоплению делать перерасчёт Не сделали перерасчёт Придётся там жителям Мы им помогать будем, конечно, самостоятельно Этот вопрос решать Или точно по квартирам И это издержки тоже нашего законодательства С одной стороны Относительно безнаказанности ресурсно-набжающей организации Штрафы за нележащие оказанные услуги Вот они там получили у нас В том году 10 тысяч рублей Если бы мы были на месте Ресурсно-набжающей организации Нам бы за нарушение лицензионных требований Дали бы штраф до 250 тысяч рублей Второй момент Социального характера Жители мотают Из ресурсно-набжающей организации В управляющую компанию Из управляющей компании В ресурсно-набжающую организацию Здесь, конечно, нужно одного сделать Виновное лицо Ведь вся страна, получается, так живёт Всех устраивает Или есть другие проблемы На уровне законодательства Которые требуют более скорого решения Почему вот этого не меняется? Вы знаете, во-первых, есть экономическая сторона вопроса Я очень часто бываю в Нижнем Новгороде Там плата за отопление Примерно 1500 рублей в месяц В холодный период Она, во-первых, разделена на 12 месяцев А во-вторых, там стоимость гигакалорий Ниже, чем в городе Киров У нас стоимость гигакалорий 2077 рублей В Нижнем Новгороде 1500 рублей Было как-то вот в 2018 году, что ли Перерасчёт за отопление по итогам года Дополнительно по 12 тысяч рублей Так там на автозаводе Там люди вышли, перекрыли дорогу Потом обратно всё это пересчитали По факту у нас есть дома Особенно в Ганино Где вообще по 8-12 тысяч рублей начисляют Ежемесячно в течение отопительного периода Финансная нагрузка очень большая Проблемы, допустим, в Нижнем Новгороде Не так на поверхности А здесь вот они, конечно, очень критично Бьют по карману А качество коммунальной услуги Вот по отоплению по нашим некоторым домам Где зафиксирован факт, что виноват ресурс Набжающая организация Уже стали желать лучшего Вопрос решаем месяцами И что-то двигается? Двигается Наша задача, главное, подтвердить Факт того, что услуга предоставлена Недлежащего качества И в этом виноват ресурсник А не управляющая компания Это главное зафиксировать Чтобы жители в дальнейшем могли Перерасчитать услугу Оплаченную уже по факту Это как минимум А во-вторых, восстановить нормальное качество Время наше эфирное Близится к концу Давайте что-нибудь хорошее Есть хорошее В сфере ЖКХ Конкретно Если по нашему жилищному фонду Это, конечно, проведение капитального ремонта Который мы все надеемся Будет в 2022 Максимум в 2023 году У нас более 80 домов уже Проходят по капитальному ремонту А мы должны были за это благодарить Юбилей Кирова Из-за чего все ускорилось? Ну, я думаю, что Это тоже, конечно, повлияло Я думаю, что в том числе еще Небольшой расход средств по капитальному ремонту В 2020 году Например, в 2021 году Из-за коронавируса Из-за сильного удорожания стройматериалов Деньги остались, в принципе, накопленные А спешка нам не испортит качество работ, как думаете? Я думаю, что Уже управляющие компании Я думаю, не только наши Получали уже письма от профильного министерства О том, что Ребята, если вы хотите поучаствовать в капитальном ремонте Присылайте свои документы Мы будем рассматривать Чтобы в вас Ставить соответствующий реестр И заключать с вами договора Это, наоборот, наверное Привлечет много организаций Я думаю, что не должно отразиться Отрицательно Если будет надлежащий контроль Со стороны фонда капитального ремонта И управляющих компаний Ага, довольны вы капремонтами Которые вот в этом году, например, проводились Все ли хорошо? К сожалению, не везде Не обваливаются фасады? Нет, фасады не обваливаются Но, к сожалению, на некоторых домах К некоторым подрядчикам Есть небольшие, будем так говорить, претензии В связи с недоделками Их тоже можно понять Они там выиграли конкурс в начале 2021 года Удражание материалов было Им тяжело там всем И у них были сроки немножко сдвинуты Есть точечные моменты, к сожалению Но, в принципе, они решаемы По сути, большие проблемы решены для жителей Это устранение там течи кровли Предотвращение дальнейшего разрушения фасадов И балконных плит Нормализация подвалов и отмосток Замена окон Это тоже много стоит Это лучше, чем ничего Красиво, но не очень тепло, скажем так Да, пока что Ну, будем надеяться, что на нашем веку Станет более комфортно Не только благодаря новому цвету стен И не очень падающему балкону Спасибо У нас в гостях был генеральный директор Управляющий компанией Актив Комфорт Максим Маньков Полезный город Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...